Студия аудиокнига своими руками А если мы с вами хорошенько Попросим автора То может быть он еще раз сходит к ежику За новой порцией невероятных историй И они будут еще увлекательней И интересней прежних Ведь вы еще не познакомились Со многими обитателями дружного леса В котором постоянно что-нибудь происходит Хочется порадовать детей Из разных стран мира Всех цветов кожи Поэтому все эти книги Готовятся к изданию На английском и немецком языках А теперь Приготовьтесь внимательно слушать Первую книгу Сказок дружного леса Веселый, а порой и поучительный текст С радостью прочитает вам Александр Водяной Только не путайте, пожалуйста Я не тот Водяной, который напевал Я Водяной, я Водяной Им не летать охота Нет, я не мультяшный Водяной А обыкновенный добрый дяденька Которому охота рассказать вам Сказки Алексея Лукшина И который, надеюсь, вам очень понравится Алексей Лукшин Как лес стал дружным Бежал как-то забывчивый медведь По лесу Бежал и пыхтел своим черным носом Пхы-пхы-пхы И вдруг Птык Споткнулся Чуть не упал Видно, торопился слишком Хорошая мысль пришла ему в голову Вот он и спешил Чтобы не забыть по дороге Закричал медведь на весь лес С нынешнего дня Объявляется всеобщее перемирие Завтра сбор всех зверей и птиц На большой поляне А кто не сможет Предупредите друзей Чтобы они приходили Послушали И передали вам все О чем мы там будем говорить Звери и птицы удивились Но поверили С чего бы иначе медведю бегать И предупреждать всех К тому же все знали Что он никогда и никого Не обманывал Был это самый порядочный медведь Из всех Медведистых медведей На следующий день Много собралось на поляне Разных зверей и зверушек А с ними птицы Большие И пташки маленькие Разноцветные бабочки Прилетели Даже мотыльки Крохотные И букашки Совсем уж Мизерные Явились послушать Вышел медведь На середину поляны Залез на высокий пень Чтобы все Могли его видеть И слышать Рядом с ним Встал лось Большие рога По высоте Они одинаковые Оказались Лоси ведь очень высокие В полтора А то и в два раза выше Наших мам Пап И прочих там Взрослых Дядечек И тетечек Когда лоси с рогами То заметны Издалека И кажутся Совсем уж Великанами А иногда Лоси бывают Без рогов А почему Я расскажу В другой сказке Огляделся медведь Вокруг Звери Птицы Кругом Вроде бы Все собрались Вдохнул он Полной грудью До смелости И начал говорить Он Надо сказать Очень волновался Но как только Первые слова Сказал Сразу Успокоился Никто Его не перебивал Ведь он был Старше всех А звери Они Как хорошие Дети Старших Их не перебивают А речь его была Вот о чем Отныне Наш лес Будет называться Дружным А мы Все Будем считаться Друзьями И не будет У нас теперь Собственных Границ И территорий Будем дружиться И жить радостно А сильные Пусть помогают Слабым Обвел медведь Поляну взглядом Помолчал И дальше Заговорил Так что Можете ходить В гости Друг к другу И с кем угодно Знакомиться Можете Угощать Кого угодно И чем угодно Но если кто-то Откажется От угощения Чур не обижаться Потому как Не все Звери И птицы Едят Одно и то же И еще Теперь Можно Надавать Друг другу Имена И прозвища Но только Не обидные Вот так А кто не согласен Пусть остальным Не мешают И не жалуются Что скучно Мол Сказал все это Медведь И все Разошлись Чтобы подумать До завтра И сказать Кто и что Обо всем этом Думает С тех пор Многих зверей Называют Одним словом Но мы Хорошо понимаем О ком идет речь Например Рыжая Значит Лиса Серый Это о волке А косым Все наверное знают Мы кличем Зайца На следующий день Все сказали Что согласны Медведь Медведь Первый Пригласил К себе В гости На мед Всякого Кто пожелает Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Так что С того дня И повелось А лес Стали называть Дружным Субтитры создавал DimaTorzok